Всем привет и добро пожаловать на очередной лайф-класс. Сегодня будем разбирать интересную тему Cleanup в DaVinci Resolve. Что такое Cleanup? Cleanup — это убирание каких-то нежелательных элементов, которые случайно попали в кадр. Довольно часто это провода, какие-то там розетки на заднем плане, ненужные. Вот у меня вот с этой стороны какое-то пятно и кусочек лампы, которые можно было заклинапить, наверное. Но вот такой вот мусор. Обычно все-таки Cleanup удобнее или даже не столько удобнее, сколько «профессиональнее» делать на закладке Fusion, которая, собственно, для этого располагает всеми инструментами и продвинутыми масками и трекингом и прочим-прочим-прочим. Однако довольно часто бывают ситуации, ради которых, ну, просто бесполезно расчехлять закладку Fusion. Все это можно сделать в два притопа, три прихлопа. Вот, собственно, сейчас как раз ситуация именно такая. Сначала небольшая предыстория. Сняли в том году фильм к Рождеству. К Рождеству, по-моему, то ли не успели, то ли успели. Сейчас пока что фильм катается по фестивалям, но надеемся, что к этому Рождеству удастся его уже выложить в открытый доступ. И, как обычно, всегда ругаешь режиссеров, операторов, что уж вы там вот так вот криворукие-то не заметили. А в этот раз мы сами не заметили такой позорный косяк, как девушка... Здесь она идет к... Давайте я покажу это на большем мониторе, на экспортированном файле. Значит, девушка встает с скамейки, на которой она сидит. Как называется, это музыкальная табуретка, на которой музыканты играют. Обратите внимание, что табуретка эта пустая. Идет, закрывает балконную дверь, оборачивается и магическим образом на этой самой табуретке, на скамейке оказываются листы бумаги с нотами, которых там быть не должно. Вот такой вот косяк по continuity. И на старуху бывает проруха, что называется. Причем даже интересно, что заметили мы это не сразу. Потом она проходит, опускается рядом с пустой скамейкой в следующем плане, кладет эти самые листочки туда, где они должны быть. Ну и дальше сцена развивается как положено. А вот эту проблемку надо было бы как-то решить. И решили мы ее вот таким образом, заклинапив эту часть, это уже чистый вариант. Встала, закрыла, повернулась. Магия, никаких листочков нету, красота, глаз не отвезти. Постояла, погрустила. Ну и дальше как обычно присела, доставила листочки бумажки и все. Положила там, где они должны быть. И дальше уже в следующих кадрах листочки бумажки в этом месте на краю скамейки лежат, как и должны были бы лежать. Так вот, сегодня мы и об этом и поговорим, как сделать вот это из вот этого. Сразу хочу оговориться. Еще одна оговорка с моей стороны, что, конечно же, здесь кадр очень простой. Здесь нет движения камеры. Если бы было, пришлось бы еще дополнительно трекать камеру. Если интересно, такой разбор, то тоже можно его сделать. Но пока что под рукой, что подвернулось, то подвернулось. Поэтому сразу по горячим следам. Или если бы девушка перекрывала собой эту скамейку, тогда пришлось бы маской вырезать девушку из переднего плана. То есть тогда клина был бы гораздо более сложным. Здесь он очень простой и его легко будет воссоздать. Вам будет легко следовать за мной, за тем, что я делаю. Так, давайте я покажу, что мы имеем с гуся. Значит, мы имеем три варианта исходников. На ваше усмотрение, в зависимости от того, насколько тянет у вас машина или не тянет. То есть если вы хотите, можно работать с оригинальным вариантом. Давайте я открою. Это в 6К. Такой вот огромный такой файл. Тут кусочек только от него виден. Можно, если машина не совсем тянет 6К, попробовать 4К Ultra HD. Файл поменьше. Что-то не открывается. А, вот он там. Файл тоже большой, но уже поменьше. И если машина совсем не справляется, есть вариант HD, с которым машинка должна вы справиться. Поэтому я буду работать на варианте 6К, но все то, что я делаю, применимо один в один к таких упорядочен вот так. И к варианту чуть поменьше, и к варианту чуть поменьше. Поэтому выбирайте, в зависимости от мощности вашей машины. По идее, поскольку это все кодек-прорез, то машина должна любая тянуть без проблем. Но мало ли, в жизни всякое бывает. Поэтому вот вам три варианта на выбор. Да, хочу оговориться, что я сразу буду делать, во-первых, в 17-й версии DaVinci, потому что никаких таких специализированных инструментов в 18-й, 19-й для решения этой задачи не появилось. Поэтому, а смысл? Если вы хотите делать в 18-й, ради бога, все эти инструменты доступны. В 19-й этаж самая история. Во-первых. Во-вторых, это не студийная версия. Специально решил сделать версии Lite, чтобы быть ближе к людям, ближе к народу. Поэтому даже если у вас Lite-версия, вы сможете это все воссоздать. Поэтому, как обычно, убедитесь, что у всех нолито. И погнали!